Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Председатель правления Латвия Спас Марти Свилценс у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Мы отметили, что с 1838 года, я понимаю, что в конкуренцию обычной почте составил Телеграф. Сейчас добавилось очень много других средств связи. Это и электронная почта, и куча мессенджеров. И сейчас посылки доставляют чуть ли не дронами напрямую. Как чувствует себя Латвийская почта под таким давлением современных технологий? Ну, не просто. Но то, что я могу сказать, что если посмотреть на историю, то почта прожила уже 4 индустриальные революции. Не только Телеграф, но и все остальные. И тогда уже были такие, ну, мысли, что не знаю, почта пропадет или закончится. Но, как мы видим, до сих пор мы еще работаем. Это одна из самых исторических, если так можно говорить, профессий вообще во всем мире. И я думаю, это время мы тоже проживем и будем только сильнее и успешнее. Вот вы перед Новым годом давали интервью и сказали, что из года в год количество писем растет. Хотя, казалось бы, нам как раз-таки мы начали договариваться перед Новым годом, Рождеством, когда вот то самое время, когда вспомните про вот этот жанр открытки письма и отправите порадовать кого-то. Каждый год это происходит? Или все-таки вы чувствуете, что как-то интерес в какой-то момент начал возрастать? Нет, это не каждый год, это было только в 2018 году. И это, я говорил насчет тех писем, которые как раз... К Рождеству. Да, к Рождеству, и люди отправляют друг к другу. И это как, ну, открытки и поздравления на праздник. Вот именно о тех писем я и говорил. И в 2018 году мы видели, что в этом сегменте был рост где-то 5%. Это был первый раз, я не знаю, за почти уже 10 лет. Такой самый большой первый кризис для таких видов посылок было после кризиса 10 лет назад. И тогда люди поменяли все, ну, свою привычку, да, отслать поздравления. Но вот полтора года тому назад мы видели, что это возвращается. Это, конечно, радует, что наш клиент это... Ну, не только клиент, но все, в принципе, жители оценивают. И это такая, ну, я думаю, очень прекрасная вещь, чтобы получить что-то на Рождество. Не только на Рождество, но особенно на Рождество, если это сделано в ручном виде. И кто-то о вас подумал и подумал лично. Ну, да, я как раз хотел спросить, вот насколько, что это значит, вот для человека получить что-то материальное, вещественное, вот в эту, не просто, ну, какой-то, не знаю, рисунок, да. Рисунок или открытку по почте или там имейл поздравления. Ну, я думаю, это вообще невозможно сравнить. Если вы получаете, не знаю, в WhatsApp уже, не знаю, 10 кругов, то же самое, там, какое-то поздравление, это уже, ну, не персонально и, наверное, не для вас сделано. Но те письма, которые получаете, которые кто-то написал в ручном и подумал, не знаю, какую открытку выбрать, какую марку, то это уже совсем другое, это какое-то, ну, личное поздравление. Да. По поводу марок тоже хотелось бы поговорить. Вот и открытки тоже, сейчас такой культ, мне кажется, возвращается, и можно там во всех кафе, магазинах, сувенирных магазинах. Ну, как-то вот они начали опять, то ли ностальгия, то ли просто какая-то мода пошла. И марки тоже, вот тот, кто отправляет письма, наверняка мог заметить, что они уже не простые. Есть, конечно, обычные, там, вот, не знаю, мы тоже поговорим чуть позже про первые открытки этого года, но есть такие интересные, вот, в частности, рождественские в этом году, такие были со снеговиками, с какими-то мышками. Ну, в общем, они очень-очень интересные, даже просто хочется купить марку и сохранить где-то. Кто это придумывает, как это направление, тенденция. Да, вот такие лотеристы, я уж забирал вообще-то. Да, да, это, да. Кожа Баркин. Это так и есть, это, в принципе, искусство, и трудно сказать, та красивая, та некрасивая, это, да, искусство. Кому это нравится, кому это, не знаю, может быть, не очень, но, да, мы по этому, об этом думаем, и чтобы создать марку, там есть вообще отдельная комиссия, которая принимает решения, которые марку мы будем выдавать, которые нет. И мы очень следим в Латвии за том, чтобы это так и осталось, чтобы есть страны, где ты можешь просто купить, не знаю, там цифры, один евро. Я так чувствую, что это работает тоже как марка, либо там просто буква, которая означает классу посылки. Но мы не идем такой путь, мы сохраняем то, чтобы осталось, да, ценности, как искусство. Ну, просто я хочу сказать, что в детстве я собирал марки, и у меня была большая коллекция, вот тогда еще в советское время, марок, например, вот первой Латвийской республики. И эти марки очень много рассказывали мне, то есть я вот через эти марки узнавал историю, и вот я сейчас даже жалел, думал, боже мой, а кто же, ну вот почему это ушло, почему так не собирают. У нас все тогда в классе собирали марки. Ну вот, да, это именно мой вариант, потому что я перед, в принципе, каждой маркой, где мы тоже делаем какую-то презентацию, изучая эту тему, и то, что я понимаю, что я много чего узнаю нового, то, что до этого, не знаю, не заметил, не знал, не интересовался, то это такая причина, чтобы тоже я сам индивидуально узнал что-то новое, это, конечно, радует, и это интересно. У нас есть, просто очень долго дозваниваются люди. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Здравствуйте, давайте я тоже немножко каплю зёкся в бочку мёда об успешности и успеха. Смотрите, заходим в любой торговый центр перед Рождеством, и там везде была девочка или мальчик, которая торговала ёлочными игрушками, просто ёлочные игрушки, и это хороший бизнес. А почему не было с вашей стороны просто стендер, где стоит тоже девочка или мальчик, и там был бы ряд марок и ряд открыток. Вот тогда это было бы действительно популяризация этого действия взять, там же, оформить эту открыточку и тут же отправить. Спасибо. Так что вы говорите это просто на словах, ничего не было сделано. Ну вот, да, что вот предлагают такую форму популяризации, просто, может быть, действительно в местах массовых, там, торговых центрах предлагать людям под Рождество поздравить перед Рождеством. Перед Рождеством, да, это так есть, что мы отдельно для марок такие акции не делали, но чтобы наш клиент тоже знал, то это самый трудный период для нас, и мы боремся за тех рядов, которые уже появляются в почтовых отделениях, и чтобы успешно и побыстрее обработать те посылки, которые сдавают клиенты, которые хотят отправлять либо получать. Так что, в принципе, у нас дополнительных ресурсов, чтобы только для марок такие акции делать на Рождество, в принципе, нет. То, что мы делали с торговым центром иногда, то, что мы с их пунктами информации, но это было уже два года тому назад, делали такие акции, чтобы могли клиенты оставлять свои посылки, пункты информации в торговом центре, чтобы уже мы дальше отправляли и доставку делали. Стоять очередь в почтовом интернете? Да, да. А у вас, вот если говорить про наплыв людей и про какую-то помощь и количество рук, у вас приложение теперь есть для телефона, очень удобное, я уже сама попробовала. Как с ним вы адаптируетесь? Легко, просто, не виснет ли, как обычно это бывает с новыми технологиями, когда они вводятся, какие-то всегда проблемы всплывают? Ну, проблемы всегда есть, но я думаю о том, что как вы работаете, говорят то, что как вы решаете эти проблемы, насколько быстро поменяете, если есть какие-то требования от клиентов, либо вы сами видите, что что-то не работает не так. Насчет приложения, да, я думаю, что первая инновация такая хорошая, которую мы сделали, и сравнение, я не знаю, с другими компаниями, даже в Латвии были, я думаю, один из почтовых был самый, если не первая, то одна из трех первых, которые это сделали, то что могли встать в очереди, если можно так говорить, почтовые ления через приложение. И сейчас вы уже видите, как быстро эта очередь двигается, и через сколько минут вас сможет обслужить почтовые ления. Это значит, я не знаю, вы сидите в троллейбусе, и в то же самое время сели, не в сели, а встали, а в очередь почтовые ления. И стало гораздо меньше все-таки бумажной бюрократии, я заметил, что вот ряд, ну там я получаю иногда посылочки с Алиэкспресса, я просто прихожу, и даже не нужно ничего заполнять, буквально это происходит за считанные секунды. Да, на счет приложения, то, что мы в этом году сделали, в середине, ну в втором конце, в втором... Второй части. Второй части, да, этого года, это было то, что вы можете выбрать способ получения посылки, например, то же самое Алиэкспресс, если это регистрованная посылка. Но здесь подчеркиваю, что это только для регистрованных посылок, потому что только тех можно выследить в электронном виде. Вы можете выбрать способ, как вы будете получать эту посылку. Например, сейчас если что-то заказали, часто люди не знают, как они будут получать, либо поштовое выделение, либо пошли он принесет, либо, не знаю, курьерская какая-то доставка. И вы можете выбирать, например, что вы будете получать, не знаю, бензоколонки и перекидать эту посылку туда, сидя дома, через приложение. И это такой, да, у нас тоже новый сервис, чтобы уменьшить очереди и чтобы было легче тоже для клиентов. У нас очень много здесь звонков по обеим линиям. Просто здравствуйте, да, пожалуйста, ваш вопрос. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вы сейчас красиво рассказываете, но на самом деле вы создаете просто невыносимые условия для своих клиентов, особенно для пенсионеров. Расскажу почему, вкратце. Вы закрыли отделение ЛВ-10-45 на улице Масту, объединили его с 10-м отделением на улице ЛЗБТС. Как вы думаете, пенсионеры пешком могут дойти до ЛЗБТС нашего района? Вы понимаете, где находится ЛЗБТС, где находится Масту. Это первое. Второе. В связи с тем, что вы объединили, там очереди часами стоять можно. Третье. Допустим, чтобы мне получить какую-нибудь посылку, которая стоит 50 центов с того же самого Алиэкспресса, это мне надо ехать на транспорте, платить деньги за транспорт или же искать место парковки, платить за парковку. Это просто невыносимо. Я не знаю, вы создаете просто, ну, не знаю, наплевательно, что относитесь к своим клиентам. Ну, наверное, вот, кстати, здесь стоит еще раз повторить, что можно тогда, я понимаю, выбрать место для, ну, через приложение, да, получение каких-то вот зарегистрированных посылок, тот же самый Алиэкспресс, еще раз. Ну, вот для, может быть, люди не понимают эти возможности другие. Да, я попробую ответить. Наверное, у нас, ну, не самое подходящее время, когда говорить насчет очереди почти выходления, потому что, да, это можно сказать, что вот последняя неделя была очень тяжелая, и мы получили очень много посылок, которые приходили в Латвию с опоздением. И, ну, если посмотрят, там, полтора недели до Рождества, то проблем с очередями, в принципе, не было. И то, что я могу сказать, что мы каждый день мы видим онлайне 85 пошевых объединений, сколько там, вот, в принципе, я сейчас могу посмотреть телефон, сколько в очереди стоит люди, и мы очень следуем за этим, чтобы, ну, работать с этой проблемой. Это первое. Насчет 45 пошевых объединений, да, мы закрыли пошевые объединения, предъединили часть 10, но что я могу сказать, что 10-е объединение гораздо лучше и по качестве, и по сервису, и как она выглядит вообще. И насчет Ригу, в Риге у нас больше пошевых объединений, как у нас требует регулятор, и до этого, и до сих пор так и есть, что в Риге, в принципе, мы, ну, с нашей стороны должны сохранять даже меньше пошевых объединений, но у нас их больше. Конечно, мы тоже смотрим на оборот и на то, сколько, ну, операций делают клиенты каждой пошевых объединений, и, ну, к сожалению, в 45-е там все операции объемы снижались, и поэтому такое решение. Насчет то, что пенсионеры, да, они могут, то, что они могут, они могут выбирать тоже, в принципе, все услуги выбрать, чтобы их обслуживал почтальон в доме, так что такая опция и тоже есть. Это не всегда вы должны ехать на пошевые объединения, чтобы получить услуги. И у нас, ну, не только клиенты, пенсионеры, но, в принципе, все жители Латвии – наш клиент. И еще на Алиэкспресс маленький коммент, да, если вы получаете, если вы заказали, не знаю, очень, ну, посыл, который с маленькими ценностями, то в основном Алиэкспресс выбирает то, как вы будете получать его, не почты Латвии. И если они выбирали, что вы будете получать его почтовые объединения, то мы отправляем на почтовые объединения. Но, как я сказал до этого, если это с трекинг номером, это значит, что регистрированная посылка, то вы можете перекидать его на любое место, где вы хотите платить. И так называемые Пакаматы теперь, да? Да. Тоже на Пакаматы, да, будет. А вот по поводу почты, да, и по пенсионерам, раз уж мы затронули эту тему, с 1 января плата за доставку пенсии на дом повышается в два раза, теперь составляет 4 евро 88 центов. Я думаю, что по этому поводу вы тоже критику не раз слушали, наверное, уже за это время. Что можете нам сказать? Пенсионерам нам ничего не меняется, это самое главное. Это наш тариф для... Агентства социального страхования. Да, именно, и государство компенсирует ту часть, насколько вырос наш тариф из 1 января. Так что у тех клиентов, которые получают пенсию на дом, у них ничего не меняется. Все так же остается. Но я понимаю, что с 1 января повысились все-таки тарифы не только вот эти тарифы, но и некоторые другие. Вот может быть, ну давайте все-таки тоже и неприятно в каких-то вещах. Ну, не знаю, неприятно, но я думаю, для почты это будет приятно и надеюсь, что успешно тоже. Но мы очень тоже, ну, будем следить за этим, как это будет влиять на объемы, и нас это очень волнует, как это сработает, не сработает. Но то, что я хочу сказать, что тарифы мы меняли, в принципе, уже 15 лет. А те, которые предыдущие тарифы, которые работали до 1 января, были созданы по объемам 2005 года. Я думаю, почта была единственное мероприятие в мире, не в мире, а в Латвии, который не менял тарифы за последние 10 лет и больше. Так что они были уже, ну... Требовало изменений. Да, ну, это, ну, что мало не казалось. У меня такой совершенно философский вопрос. Ну, вот буквально недавно я разбирал, ну, когда антресоли, я нашел просто пачки писем, которые я писал домой, когда я был, ну, вот, учился в Москве. И, перечитывая эти письма, вот я, ну, вот, практически вот восстановил в памяти какие-то вещи, которые я мог уже забыть. И я, ну, я учился просто на историко-архивиста, и поэтому это для меня имеет очень большое значение. Я понимаю, что часть вот информации, которую раньше люди писали письма, рассказывая, ну, своим родственникам кому-то еще о своих повседневных делах, и это сохранялось, ну, вот, как какая-то память семьи, какие-то важнейшие события, которые можно всегда, ну, вот, достать и перечитав эти письма, вот, окунуться. Сейчас у меня ощущение, что это, ну, исчезает, пропадает, то есть люди перестали писать. Вот не пугает ли вас? То есть вот есть ведь определенный, ну, не знаю, момент, что теряется, мне кажется, очень многое из того, что вещественные свидетельства вот семейной истории, они перестают существовать. Ну, да, но я не думаю, что это связано с почтой только. Это вообще, ну, меняются наши привычки, то, как мы, не знаю, работаем, живем, и, как мы сейчас видим, у нас происходит тоже дигитализация и революции по этой сфере. Так что, я думаю, почта это не остановит, что будут меняться какие-то традиции и то, что люди оценивают. Но мы можем пытаться сохранить то, что связано с почтой и те предметы, и на этом мы работаем. — Если говорить про конкуренцию, вот ваши перемены, только в Латвии так борются за то, чтобы почта оставалась? У вас наверняка есть контакты, ну, хотя бы там со странами Балтии, да, с Эстонией, Литвой, может быть, там с европейскими какими-то странами? Там идут на поводу вот этим тенденциям и как-то, ну, пускают на самотек, значит, мир меняется, значит, там от писем, открыток и прочего мы отказываемся. Или тоже какая-то борьба, модернизация происходит? — Это не только в Латвии, это, в принципе, не только в Европе, это во всем мире уже сейчас происходит, и все конференции тоже об этом говорят, и это такой большой вызов для почтого мира. Так что это, в принципе, ну, если можно говорить так, не одинаково, но очень похоже тенденции в общем, то, что те письма, которые, ну, классические письма до 20 граммов, те уменьшаются, и, конечно, мелкие пакеты, и, например, экспресс-посылки, там видим рост. И это происходит везде. И, конечно, главный такой импулс для этого — это интернет-магазины, интернет-торговля, и особенно последние, ну, 5-10 лет, когда мы видим уже международную торговлю тоже. И это такой очень большой импулс, который мы не можем остановить и даже не хочем. Ну, конечно, мы бы хотели сохранить письма, но то, что у нас появляются новые возможности, это, ну, такая возможность, которую не можем пропустить и должны следить и работать на том, чтобы эти объемы были еще больше. Не раз мы уже про Алиэкспресс упомянули, все-таки наверняка больше, откуда у нас посылки идут, наверняка Китай, да, Азия остается. Ну, большинство — это Китай, да. Сколько процентов, примерно, от общих посылок? Ну, больше, чем половины. Про марки все-таки цены. Вот первые марки этого года вышли, это герб разных городов, да, и цена от евро до евро 54, при том, что как бы смысл и структура марки одинаковые. Это от чего зависит, что влияет на цену марки? Не могу сказать, что ничего, но это, в принципе, выбирает, когда мы выбираем марку, тогда смотрим на тираж, какой будет тираж, и там, это такой технический вопрос, который выбирают уже там те люди, которые им занимаются, но это нет там какой-то особой причины, почему там евро, либо евро 50. Ну, в основном мы смотрим, чтобы это было тоже как оплата услуг, чтобы, ну, например, с одной маркой смогли оплатить какую-то посылку, либо письмо, и да, это главная причина. То есть, если, например, я хочу отправить письмо, вот у меня Дурбес, Новац за евро, да, это минимально, и если я хочу, например, Вилан и Новац, которые стоят евро 54, я могу и за евро 54 наклеить марку и отправить, все будет хорошо. То есть, в большую сторону можно? Можно, в меньшую. Да, 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 ну, да, если меньше, то там получатель должен доплачивать. А, получатель, а не отправитель? Ну, если вы нечаянно отправили, то уже получатель, да, должен доплачивать. Про профессию почтальона хотелось бы тоже поговорить, мне кажется, были времена, там, ну, и говорить по 90-е, что это было наряду вот дворника, почтальон, примерно они были, вот, не будешь учиться, значит, пойдешь вот письма разносить, и почтальоны тоже это была такая профессия, может быть, ну, более старшего поколения. На сегодняшний день как это выглядит, растет ли престиж профессии, идут ли молодые люди, как вы привлекаете молодые кадры? Я не соглашусь с вами, что это была такая, как вы говорили, профессия почтальона, то, что я вижу и знаю, особенно в регионах, это очень престижная профессия, и, ну, что, я думаю, все те клиенты, которые живут в сельских местностях, очень оценивают почтальона и ждут его, и это, конечно, радует. Что мы еще делаем? Сейчас как раз идет конкурс «Мой почтальон», и вы можете заполнять анкету и, ну, написать о вашем почтальоне что-то хорошего, и такой конкурс мы уже делаем почти 10 лет, так что каждый год это отпраздноваем, и я думаю, что у почтальонов тоже это такая, ну, гордость получить такое название «Почтальон года», и делаем это в каждой регионах, так что, да, желаю даже и вас участвовать в этом конкурсе. Хорошо, спасибо. А вот молодежь, она приходит в молодые кадры? Ну, это трудно с молодыми кадрами, и это такая тенденция не только у нас, но и везде. Недавно говорил в Эстонии, тоже это большая проблема. Конечно, в мире работает на том, чтобы делали новые тоже приложения для новой поколения, чтобы они могли работать как через приложение, и тоже получать работу через приложение. Так что я думаю, что это тоже наше будущее, и мы тоже на этот сегмент уже работаем. А, то есть это получается как? Человек работает через приложение, то есть он может сам выбирать, сколько он хочет объем работы, да? Да, да. Это как, ну, как таксист работает уже, Uber, и такие приложения уже существуют в мире, и особенно в Азии очень многие работают так. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, есть у вас возможность задать свои вопросы, номер WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. Да, у меня был все-таки вопрос еще по поводу почты, вот, и действительно, вот как, каким-то событиям, то есть я прекрасно помню, что раньше часто были какие-то серии марок, посвященные, ну, важным событиям, которые происходят в стране, юбилеям, ну, каких-то людей. И вот как выбирается, например, вот человек, который может появиться на марке, обсуждается ли его кандидатура, как, может быть, ну, вот раньше существовали специальные даже, вот, конверт, который копировал дизайн марки, это вот коллекционеры собирали, вот, и конверты марка, как, вот, одно целое, такое прямо. Это, это и до сих пор так работает, и они до сих пор так их собирают, и мы тоже такие делаем. Как насчет то, как я говорил, что есть специальная комиссия, которая решает, которые марки будем делать, которые не будем, и насчет то, что там есть свои правила, как, чего можно ставить на марках, чего нет, и только если у вас есть, там, не знаю, особые успехи, то, 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 то вы являетесь таким, который может получить такую, ну, да, ну, честь, да, честь попасть. И насчет таких больших мероприятий, в принципе, каждый может написать нам письмо и заявление, что хотел появить, не знаю, там, марку для кого-то, и эта комиссия потом уже выбирает. Ну, конечно, мы тоже следим за этими, ну, историческими всякими датами, которые, ну, являются важными для нас и для нашего государства, и поэтому можно подчеркнуть, например, прошлый год, когда было столетие республики, и мы очень много марок издавали, связанных с этим столетиям. И в этом году тоже латвийская армия сто лет, так что было марки, даже три марки, которые связаны с армией, и, ну, такие, да, ну... А какие вот личности исторические, ну, появлялись на марках из таких вот, ну, может быть... Ну, например, сейчас недавно была марка для Гарли Бмертилл. Да, он такой очень, ну, знаменитый публицист, и тот, который боролся для... За, как это, дзимбушен сацелшен. Я даже не знаю, как на русский язык перевести сразу. За восстановление... Восстановление родословных, наверное, так? Вы плачете, скажите еще раз. Дзимбушен сацелшен. А, это... Это в Латвии 1860-е годы. Это, господи, крепостное право. Крепостное право, да, да, да. А вот из тех, кто жив сейчас, например, ну, Раймонд Пауз появлялся на марках? Нет, нет, для живых людей марки не делается, кроме олимпийских чемпионов и спортсменов, которые выиграли, там, не знаю, большой какой-то кубок, например, Яна Сталпенко, когда она выиграла Роланго Ростом и означали одну марку для нее. То есть это такое правило, да, что они не живущие только... Хотел бы поговорить... Надо по полосу заняться срочным спортом. Да. По поводу того, что перевозят и что можно перевезти с помощью почты, было несколько случаев, когда наркотики перевозили через почту или посылкой, или там просто в письмах. Вот как это можно и вообще возможно отследить? Ну, это вопрос таможни. Во-первых, то, что они за этим отвечают и следят. Ну, самый такой оригинальный способ, как это контролировать, это с собаками. И так это происходит. У нас в цехе работает несколько собак, круглосуточно, таможенные собаки, которые ищут наркотики. Ну, и, конечно, есть там у них свои тоже другие способы, как они это вычисляют и следуют за этим. Ну, бывает такое, что сотрудники, там, не знаю, письма перебирают и чувствуют, что что-то там вот в этом письме что-то не так? Проверьте, проявляют такое внимание. Похоже, бывает, и мы тоже видим, у нас есть свои там методы, которые, наверное, я сейчас публично не буду говорить, но да, и мы очень хорошо, я думаю, сотрудничаем даже с таможней, с полицией. И, конечно, такие случаи бывают, что работники находят. Что-то запрещенное. Но все больше и больше с каждым годом, месяцем? Как эта тенденция? Я думаю, это пропорциально объемам посылок, и это не так, что больше или меньше. То, что есть, что появляются новые, которые еще никто не знает, что это такое, и потом мы видим, что это, да, уже запрещенные какие-то вещи. Но изначально это даже, мы не знаем, это просто какие-то химические вещества. Еще по поводу получения писем, если, например, ты не знаешь точного адреса, мы знаем, что нужен адрес, почтовый код, вот этот вот, да, индекс, да, и имя, фамилию. Если чего-то из этих составляющих нет, почтальонные чудеса могут какие-то сделать и доставить все-таки письмо? Не то, что, не только могут, но и делают, но по всем правилам они не должны это делать. Но они до сих пор это делают и делают даже очень успешно. Мы все время получаем, например, в Фейсбуке такие письма, что вот поздравляйте или скажите спасибо этому почтальону. Он, не знаю, нашел меня там в здании, в 12-этажном здании, и там была только, не знаю, моя фамилия. И он как-то нашел ее. И проверил, что, да, получатель правильный и доставил письма, либо посылку. Так что такие случаи бывают. И, конечно, особенность тех, которые мы международные получаем, там, ну, это такая очень, очень большая проблема для нас, что иногда клиент даже указывает правильно свой адрес и почтовый индекс, но те отправители не заполняют всю информацию, либо заполняют неправильно. И, конечно, это тоже такая, ну, трудность, если можно говорить, с которой мы работаем. То есть, получается, что человек может написать, там, на английском адрес, ну, вот для Латвии, то есть, нужно почтальонам знать. Не только английском, можно и на французском. Да. Да, мне кажется, вообще иногда разобрать просто почерк, которым написан адрес, это тоже такой большой вызов и большое умение должно быть. А бывают письма, которые адресованы, условно говоря, там, ну, господину Левицу в президентский замок. Вот, что-то дойдет такое письмо. Ну, сейчас больше было таких писем, которые отправили Деду Морозу, либо Санта-Клаусу. Что с ними делаете? Доставляем. Там есть, как официальный адрес существует, и мы, конечно, доставляем. Есть и адрес Латвии, и есть и международный адрес Финландии. Финляндия, Устюг, да. И в Латвии тоже есть, да? Да, 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 есть, да. Вот, будем знать. Есть, вот, я видел данные, что оборот почты составляет 89, более чем 89 миллионов евро, вот за прошлый год, и прибыль составила 2, ну, порядка 2 миллионов евро, то есть она увеличивалась. То есть почта, она работает не в убыток, а с прибылью. До сих пор, да, мы работаем с прибылью, и надеюсь, что будем так работать в будущем. И, да. В общем, если говорить про модернизацию, и вот нам уже слушатель звонил, да, что где-то закрываются отделения, где-то модернизируется тот же на Элизабетес, там не просто отделение, там целое кафе, и можно, в общем-то, приятно провести время, да? Но все-таки изменения какие-то на этот год, какие планируются, может быть, тоже где-то будут объединены, где-то появятся новые, где-то наоборот, закроете отделение? Насчет отделения, ну, эта работа продолжается не только в этом году, либо в прошлом, это уже, не знаю, мы три года за этим следим и работаем. Так что я думаю, что там какие-то новости будут, но когда не будет, будем о них говорить подробнее. Насчет Пакуматов, мы будем увеличивать, наверное, тот объем, который у нас уже есть, и будем ставить новый Пакумат, я надеюсь, что это будет уже в этом году. И чтобы увеличить мощность в этом сети, и что мы будем, уже еще такое, в первом квартале у нас начинается большой проект, это такой внутренний, который клиенты не будут замечать, это мы меняем нашу, не меняем, а ставим сортировочную линию, которая поможет нам побыстрее обрабатывать и посылки, и мелкие пакеты, и увеличить нашу мощность. — Скажите, еще какие вот сервисы в почтовых отделениях, то есть сейчас вот мы уже упомянули, что стоят в ряде почтовых отделений кофейные аппараты, которые, ну, вот можно выпить кофе, пока человек стоит в очереди. Я вижу, что там можно приобрести... — Не можно купить. — Да, там можно купить, ну, какие-то вещи, которые... — Это, наверное, больше даже вот, если мы сейчас не на Риге сконцентрируемся, а где-то за пределами Риги, наверное, там это действительно актуально. — Да, Риге как раз мы хотим это уменьшать, но в регионах это до сих пор остается. Мы получаем иногда много вопросов насчет эту тему, но это требует наши клиенты, и это у них отличает жизнь, и поэтому мы до сих пор это сохраняем. Конечно, это дает у нас дополнительные обороты тоже, и чтобы, ну, очень многие те почтовые ления особо в регионах работают до сих пор убиточно, и чтобы бороться с этим, ну, мы должны искать какие-то другие виды, и не только почтовые услуги, поэтому есть эта розничная торговля, и это уже такой исторический сервис, но сельских местностей это до сих пор работает. — Если еще про профессию у нас буквально пару минут остается, проводите ли вы так называемый день теней, может быть, не знаю, приходите в школу, в университеты, как-то рассказываете о том, что вот профессия почтальона, она и среди людей значима, и, в общем-то, ну, то есть человеку не надо работать параллельно еще где-то, он может быть только почтальоном, при этом зарабатывать и обеспечивать себя и семью. — Ну, нет, ну, конечно, мы участвуем, участвуем и в всяких форумах участвуем, и ходим в университетах и в школах, но то, что я хочу подчеркнуть, что у нас не только профессия почтальон, но вообще почта, очень много всяких профессий, есть такие, которые работают, там, не знаю, международным партнером, и IT очень-очень большой, и у нас тоже департамент, если так сказать, и юристы, и бухгалтеры, и почты, по-моему, ну, всяких вид профессий, так что мы ищем, в принципе, всех, и те, которые хотят работать в почте, и те, которые, не знаю, у которых горят глаза и новые идеи, так что, да, не только почтальон. — Спасибо, пора нам заканчивать. Председатель правления Латвия Спас Мартис Вилтсенс был у нас в студии. Пишите письма, хочется добавить в конце. Спасибо, всего хорошего. — Спасибо, спасибо. — Спасибо.